Во время правления Абубакра Сыдыка, да будет доволен им Аллах, случилась беда, долго не было дождей, и вся растительность высохла. Жители Медины, измученные сильным голодом, не зная, что делать, пришли к Абубакру, да будет доволен им Аллах. Халиф, поддержав их дух, сказал, что есть надежда на Аллаха, и отправил по домам, попросив набраться терпения. К вечеру стало известно, что из Шама в Медину прибыл караван Русмана, да будет доволен им Аллах. Утром торговцы собрались и пошли к Усману, да будет доволен им Аллах, желая прикупить привезенные им товары. Усман, да будет доволен им Аллах, спросил их, чего они хотят. Они пояснили, ради чего пришли, и начали торговаться. Торговцы обещали Усману, да будет доволен им Аллах, двойную цену. Усман, да будет доволен им Аллах, сказал, что ему дают больше. Они обещали заплатить в четыре раза больше. Но Усман, да будет доволен им Аллах, снова не согласился, сказав, что этого мало, и что ему дают еще больше. Они добавили еще и сказали, что дадут пятикратную цену. Этого тоже мало, отказался Усман, да будет доволен им Аллах. Торговцы с удивлением спросили Усмана, кто же дает ему больше этого. Аллах дает мне в 10 раз больше. Дадите ли вы столько, спросил Усман, да будет доволен им Аллах. Узнав о намерении Усмана, да будет доволен им Аллах, торговцы потеряли надежду и лишились дара речи. Усман, да будет доволен им Аллах, пожертвовал всем, раздав нуждающимся и сделав Всевышнего Аллаха свидетелем. Он раздал видникам продукты питания, муку, оливки, изюм и так далее, привезенные на тысячах верблюдов. Если нужна мера щедрости, то сказанного достаточно, чтобы оценить щедрость Усмана, да будет доволен им Аллах.